Всем привет, дорогие друзья, и... Псс, чувак, там у тронсморт новая колонка! Эй, там Пикси вышла! Ну закажи уже, в конце концов, эту колонку! Да знаю я, знаю, щас всё будет, щас! Наконец-то пришла моя колонка Пикси, ну здесь не только Пикси Да, я знаю, вы мне писали, чувак, там новая колонка у тронсморт Знаю, но, блин, вот так вот сложилось, вот такой я везучий И мне полторы недели только отправляли её Я уже не знаю, отменял заказ по новой, заказывал Полторы недели я ждал, пока её только из Китая выпустят Окей, ладно, наверное, я такой везучий Такая же хрень была из тронсморт мега Уже у всех моих подписчиков эти тронсморт мега были, мне показывают Чувак, там приехало что-то интересное-то, аааааааа... Угу Ну, собственно, здесь у меня колонка Пикси, а здесь у меня это потом! Ну, это уже всем привычное оформление Tronsmart То есть фиолетово-бело-оранжевые коробки Собственно, здесь нарисована сама колонка И здесь у нас за прозрачной пластиковой крышкой находится сама колонка Давайте смотреть... Ай, зря нож убрал! Ох-ох-ох-ох-ох-ох! Сверху у нас... Нет, я думал поначалу сенсорный На картинке всё как бы выглядит всё круто, а в реале довольно даже и ничего Плюс-минус Play-Pause, поднятие трубки И здесь у нас индикация AUX, Bluetooth и, собственно, зарядки нашей колонки Всё, сзади у нас имеется AUX, вход и AUX, выход Ага, окей, зарядка microUSB и кнопка включения Мм, хорошо! Уже хоть не как в Mega, да, как у JBL звука? Окей, коннектив! Так, окей, слушаем ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего такое ровненькое звучание Конечно, я ожидал, что здесь будет прямо ухотяна Но я любитель просто низких средних частот и низких низких Ну ты понял Ну-ка, чё-нибудь с вокальчиком? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПЛЕСК"? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА They don't know The things that make you lose your mind There's a way I cannot do what I've done Can we be strangers, sir? Из-за того, что он такой хороший, он словил именно вот такие нюансы Ну да ладно, сейчас не про это Мы сейчас смотрим, сравним и вот это дело Окей, ну собственно, вы услышали как... Me, I fell down the bottom . . . . Да, здесь по АЧХ все-таки мне больше нравится именно то, что здесь есть середина Низкая середина И, собственно, басовая составляющая здесь здесь более, ну вы все сами прекрасно слышите, да? так как антробасовый, высокочастотный вот этот пинок, мне больше тинь-тинь именно но глубина баса, еще раз я отмотаю, ее не слышно здесь такое софтовое звучание у этой колонки, я боюсь, конечно, послушать, что здесь будет с драм-н-бейсом для любителей драм-н-бейса, давайте сделаем так у меня есть один хороший трек, который уже разделен, то есть сепарирован на ударные с небольшими эффектами и на басовую линию с небольшими лидами давайте послушаем сначала басовую линию с лидами примерно так, а теперь послушаем ударные этого же трека, то есть я разделил, выделил специально басовую и ударную и теперь, собственно, ударные и бас вместе совмещаем и получаем вот такой вот качевый и замечательный трек-чок Ну и финальный пример звучания двух колонок это Мега и Пикси давайте посмотрим, что они у нас выдадут мне кажется в Меге более читаемый вокал, но опять же, блин, Мегу я бы вам одну не советовал брать, честно скажу, мне она больше нравится в паре, как одну, не, фигня вот эта колонка, как одна, нормально, то есть у нее блин, прикольно так выключается более сбалансированное звучание, как мне кажется, более скомпрессированное такое, да, то есть низких частот здесь явно не хватает собственно так же, как и не хватает их в Flip 4 мне спрашивали, что бы ты выбрал, Flip 4 или Charge 3 Charge 3 только из-за того, что просто-напросто там звучание более богатое, скажем так Flip 4 хорош тем, что он водонепроницаемый и компактный а Charge 3 хороша тем, что она и как банка работает, и так же водонепроницаемая и АЧХ мне больше нравится всё-таки в Charge 3 и вы спросите, а чё брать-то? здесь на самом деле всё зависит от вашего кармана то есть отталкивайтесь от того, сколько у вас средств то есть, если вы хотите мобильность и круто звучащую колонку действительно, по-настоящему хорошо звучащую, тогда вот это но готовьте выложить за нее 7 с половиной, то и более тысяч если вы хотите, допустим, хорошую басовую составляющую и чтобы бацкал трап какой-нибудь, drum'n'bass и тому подобное тогда вот эту штуку можно смело брать но, опять же, таких плюшек, как есть JBL, то есть влагозащита и пауэрбанки можете на это не рассчитывать, это всё-таки бюджетная колонка 3 рубаса эту штуку одну не советую брать вообще, то есть только парой но готовьте выложить 7 рубасов за пару то есть, опять же, отталкивайтесь от вашего кармана то, что вы готовы отдать за портативную колонку эту штуку, если бы она стоила 2 с половиной тысячи, я бы смело рекомендовал в принципе, она такая интересная я сейчас не буду вылизывать задницу каждому там бренду посмотрите, какой здесь пассивный излучатель какой мягенький, вы посмотрите, какой здесь структура не, прикольная, хорошая, забавная колонка то есть, выглядит красиво, выполнена классно то есть, у неё забавные эти пассивные излучатели такое ощущение, знаете, как будто бы полностью перетекает из корпуса но, на самом деле, приглядеться видно, что там всё-таки он приклеен туда, к корпусу классно сделана эргономика то есть, управление клавишей вот эти подсвечивается визуально она довольно добротно сделана и звучит нормально но звучит, я вам сказал уже, насколько она рубаса 2 с половиной то есть, та же Blitzwolf водонепроницаемая помните, которую мы в тазике там топили или где мы её топили она звучит примерно так же, может быть даже где-то лучше вот это, это будет вот тем чувакам, которые, знаете, модерновые всякую музыку слушают она удобна, опять же, я видел, у меня в городе чуваки носятся вот с такой колонкой, они её запихивают вот в велосипедных вот этих вот, для бутылок, для термосов, крепежи они туда чпуньки, и всё, и причём нормально проезжает чувак, я слышу, лупит нормально это, кажется, вот это хреновина лупит если уж вы хотите действительно круто звучащую по всем АЧХ колонку которая может, как говорится, на природе спокойно упасть в грязюку куда-нибудь и ничего с ней не будет, и, как говорится, все педали у неё есть тогда берите вот это и, собственно, да, у меня был косяк это уже вторая такая колонка у меня с ней был косяк, я её обновил и она перестала вообще видеть просто приложение перестала видеть, я ей звонил и в JBL они сказали, что у вас просто брак я принёс в сервисный центр мне говорят, чувак, неси по гарантии потому что просто-напросто диагностика займёт больше времени пока 14 дней не прошло и не меняю в общем, я поменял, теперь эта штука хотя бы видится в приложении ну, бывают косяки, что, как говорится, это же техника, она бывает тоже глючит вот относительно всего того, что, как говорится, я услышал, я сказал то, что вы услышали, я жду, как говорится, вашего мнения в комментариях но, всё-таки, есть у меня ребята, подписчики, которые правильную вещь сказали, что всё-таки между колонкой, звучащей, и нашими ушами есть ещё и микрофон, и есть ещё колонки, из которых мы будем слушать поэтому, собственно, это такое себе дело, неблагодарное как и, в принципе, неблагодарное дело делать обзоры на наушники ну, об этом уже чуть позже, наушники мне приехали вот эти! ну и ещё там другие будут ну, в общем, как-то так пока! слушай, смотри, какая хипотичная тро, а! это чё, Троспорт, да? Троспорт не письки! слушай, а разве я в руки? не ага, нельзя в руки, чу-ка письки!